Есть связь с Русланом Смещуком, он работает в зоне АТО. Руслан, здравствуй, какие новости у тебя? Наталья, в первую очередь я хотел бы извиниться за качество видеокартинки. Дело в том, что из-за внезапного изменения погоды, вот, видеосигнал очень плохой. Сегодня мы работали в поселке Песке, это район Донецкого аэропорта, и вот после захода очередного путинского конвоя, ротации боевиков, там начались полномасштабные боевые действия, все то время, что мы находились там на позициях, слышали работу артиллерии, минометов и постоянную стрельбу в последние сутки. Боевики постоянно стреляют по позициям украинских войск в поселке Песке. У нас тут загострилось сразу, начались практически бои, обстреливали нас тут майже безперервно, ну, с разной интенсивностью просто. На аэропорте мы имеем одного пораненого, ну, тобто, как бы, перемирие, оно лишь, десь, мабуть, на папере и в умах политики. Вот так же боевики при атаке на оппозиции украинских военных в поселке Песке, кроме тяжелой артиллерии, используют танки, снайперов и разведдиверсионные группы. В первую очередь пытаются выбить корректировщиков огня, таким образом ослепить украинскую артиллерию. Это было прямой наводкой по точкам, которые они уже знают, мы корректируем звездом огонь, весь нашу артиллерию, наших бойцов, которые находятся на позициях. И получается, им необходимо просто знищить наши корректированные точки, потому что это и наши очи и наши вуха. Им не вдаётся на данный час, потому что наши все хлопцы швидко реагуют на это и дают достойную высшую. В поселке остаётся всё меньше и меньше целых неповреждённых взрывами домов, но там, прямо в эпицентре боевых действий, продолжают выживать люди, выживают без света, без продуктов, в условиях постоянных обстрелов. В основном это старики, которым просто некуда бежать. Куда ехать, сынок? Куда? Вам некуда? Некуда. Тут лучше. Свой дом. Погибнута дома, а теперь у нас двое. И двое, четверо осталось. И там два, и там четыре. И все люди тут. В одном из таких домов мы обнаружили пенсионерку, которая вот пряталась в полуразрушенном здании до стрелов, но после очередного взрыва дверь заклинила, и женщина в течение трёх суток тщетно звала на помощь, вот оставаясь буквально замурованной. Три дни, да, вот так вот сюда? Да, кричала, он подал вид, что виничу. Кому ты кричала? Мне кричала? Надю кричала, ктось стукал. Сюди, сюди кричала, а что я через векно, я ничего не могу. И никуда не пробовала, не могу вылезти. Я поковырала уже стену даже, кипятком, шеечек и не робила. Хочу рожку даже погнула. И разгинала, и выгинала. Вот вместе с другими местными жителями мы освободили эту женщину, сейчас она в относительном порядке, но вообще вот такие брошенные старики это серьёзная проблема. И выживают они в основном за счёт, при помощи военных, они делятся с ними едой, оказывают помощь, также делятся топливом. Ну, на данный момент у меня всё, студия. Спасибо тебе, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи из зоны АТО. Руслан Смещук был с нами на связи из зоны АТО.